ну что август откачали мед классный мед получился такой разнотравья я целый год не откачивал один раз откачал в августе тут и все и липа и акация и разнотравья немножко подсолнуха то есть такой универсальный мед очень очень классный ароматный получился а что пивовару сделать с медом ну естественно это на ум приходит первое дело медовуха медовуху я уже делал потом медовый самогон да это не наши методы ну и брегат а что такое брегат это мощная штука которая или пивомед или медопив пив мед что-то такое среднее между пивом и медовухой 50 процентов сахаров в брегате составляют зерновая составляющая то есть солод и 50 процентов мед допустим 10 процентов возьмем начальную плотность но брегат очень крепкая штука 10 процентов это вообще не про него то есть хотя бы 20 процентов 20 процентов начальная плотность брегата брегата о звучит составляет зерновая составляющая то есть солод разный может может светлый карамельный темный что угодно вот какую основу хотите сделать такую можно сделать но 50 процентов мед не меньше можно 60 меда можно 70 меда да и получится мощный брегат поэтому сегодня наверно забабахаем зерновую основу я возьму пилснер 30 процентов мюнхенского и 10-15 процентов где-то сженки мед темноватый такой очень ароматный хочу такой стаут сделать поэтому базу зерновую сделаю на основе стаута солод затру сварю с хмелем солью потом мед разведу 50 на 50 с водой прокипячу минут 10 насчет меда уже сколько говори на переговоре на мед сам по себе не антисептик единственное что сдерживает развитие всяких бактерий это концентрация сахаров 80 процентов концентрации сахаров не дают развиваться никакой микробиоте в меде полно бактерий грибков и всякой стране потому что пчелы не дезинфицируют лапки когда собирают это все там очень много и плесневых грибков и микробов и всего 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 поэтому мед надо прокипятить чтобы не заразить сусло и не испортить пиво насчет того что мед выделить там при нагреве какие-то жуткие жуткие ядовитые вещества все это туфта еще раз могу рассказать что оксиметилфурфурол который считает что ну это яд да это сам по себе яд но в таких концентрациях который при кипячении выделяет мед то есть его надо сожрать там ну литров 5 за раз чтобы почувствовать там недомогание по простому оксиметилфурфурол это осколки глюкозы то есть вот это моносахарид который в принципе не не расщепляется больше вот в кислотной среде а мед это кислотная среда при нагреве делится вот этот глюкоза она ломается на куски вот эти фурфуролы с другой стороны все компоты это та же кока-кола все напитки лимонады везде где присутствует сахар и проводилась термическая обработка то есть нагрев сахаров в кислой среде то есть кисло-сладенькие напитки компоты варенье все они выделяют оксиметилфурфурол и везде где есть сахара и кислая среда и нагрев везде фурфуролы ну почему-то об этом никто не говорит ничего не пишут именно мед вот какие-то стандарты такие то есть тот же там сливовый компот например там больше по-моему 200 или 300 миллиграмм на литр этих фурфуролов в меде там 25-30 то есть в 10 раз меньше даже при нагреве при нагреве получается есть сорта кофе в которых больше 3000 миллиграмм на литр этих фурфуролов та же кока-кола там 150-200 миллиграмм на литр фурфуролов это вообще никого не смущает то есть литрами поглощают как-то как-то вот такие вот стандарты повелось что вот фурфурол в меде это яд хотя его концентрация намного меньше чем в других кисло-сладких скажем так напитках и вареньях которые мы потребляем просто в несметных количествах ничего с нами не происходит поэтому ничего страшного в нагреве меда нету а для пива это только плюс потому что идет дезинфекция то есть пастеризация для того чтобы не заразить наше пиво потому что мы можем просто испортить весь напиток поэтому мед я всегда кипячу минут десять ему хватает с головой ну а дальше заливаем ну а дальше заливаем наше пиво пирамиды мёд если есть то его сразу нет вот такой у нас бреготик получается запах просто неимоверный бреготик ну что бреготик промежуточная дегустация а а я ее не охладил сразу взял надо было охладить денек чтобы она в холодильнике постояла стабилизировалась давление напиталась углекислым газом тогда пениться не будет называется стабилизация называется стабилизация пива углекислого газа нет сильно сильно выделяется подрывает он дрожжи со дна отмена дегустации на денек в холодильник ну что друзья наш промежуточный эксперимент по бреготу объявляю открытым отобрали немножечко на середине брожения то есть было 20 на 10 процентах отобрали просто залили в бутылку оно хорошо закарбонизировалось оставили в холодильнике оно теперь в таком состоянии дрожжики осели заснули не работают вот теперь этот напиток такой вот сладкий остался карбонизированный сейчас попробуем как он на вкус красота густая прямо видно чувствуется так бульк бульк такой как кисель цвет отличный карбонизация спокойная запах медовый прямо сразу медом и чуть-чуть каким-то пивком пивком ну на первом плане нос какой нос первый нос это мед мед а на втором плане пивко о девушкам должно понравиться очень сладкое очень сладкое хорошее карбонизация так пощипывает язык густой такой густой насыщенный медовый запах и потом солодовая такая нотка проходит очень интересный ничего хмелевого здесь нету густой летний насыщенный медово солодовый такой напиток сладкий очень даже прикольный очень даже прикольный ничего плохого сказать не могу имеет право на жизнь поэтому можно вот в таком состоянии в принципе охладить закарбонизировать и употреблять кто любит сладкие крепкие густые такие напитки аж губы слипаются еще от сладости 10 процентов алкоголя отличная отличная штука пахнет замечательно аж не не аж не и красота плотненький плотненький еще такая густота осталось от футов реклама лодзей плотненький плотненький lindo н всё друзья привет всем привет мы находимся в нашем папе уютном игарек как всегда андрей Вот наш управляющий Всем этим заведением Большой любитель пива И знаток пива И особенно в Тариковской зерновой пивоварне Ну, это само собой Тут подолгу работы Ну что, друзья На этот раз Все-таки Попробуем наш брекот Очень долго он готовился В сентябре В августе В августе я откачал мед И сделал брекот Долго он у меня выбраживал Сегодня 24 24 24 декабря Скоро Новый год Вот уже практически 4 месяца Как он созрел, закарбонизировался Короче, он готов Очень, очень, да Не терпится попробовать Это творение Потому что А ты подскажи, какой у нас мед Мед Разнотравья Там все Полыль, только полыль Акация Акация Травы Немножко подсолнуха Все вместе Очень классный, ароматный мед Добавил я его В процентном соотношении 60% То есть, ты законы Полностью закрыл, да? Это очень много Очень много Да Ну, нормальный брега Так, в принципе, и должен быть Начальная плотность 20% Можно даже и больше Но Дрожжи, я вам скажу Что Карбонизировались С таким трудом Просто Это Для них был шок 10% Сложных сахаров, да? Вообще сахаров Алкоголя То есть, они выбродили С 20% До 1% Боже Да Сколько штук Радусов 10% Алкоголя Короче, это Накрывашка Да Полностью Накрывашка Я думаю Будет вкусно Надеюсь Еще нужно рассказать О базовом Пиве Сорки Который здесь использовался Да Я В процессе Видео Там Снимал И расскажу Там Даже показывал Какие салада Использовал Так что С этим Все нормально Подготовился Ну что Долго Разговариваем Не будем Да Не будем Давайте Мы просто Для этого собрались Долго ждали Я пробовал Его 2 месяца назад Витя угощал На пивоварине Вот тогда Уже тогда Было вкусно Было мощно Но еще Чувствовались Дрожжи Нечем Не доработали Да Вот Прошло 2 месяца И теперь Повторная Дивестация Не надо Говорить О моей Дивестации 3 литра Я Забирал Сладкого Наполовине Экспериментировал На мне Да До половины Он выбродил 10% Оставалось Сахаров И я его Закарбонизировал Выжрал Все Выжрал Все То есть Оно по мне Встречу Виктор Это шедевр Вот понравился Сладкий Ну сейчас попробуем Крепкий Понеслась Да Давай Такой интересный Легкая Легкая Палисценция Есть Бронза Темная Бронза Но в принципе Прозрачный Немножко Черпануло Дрожжков Ну это В принципе Как Такой Коньяк Хороший Уже Аромат Даже Он уже Допустимо То что Он не полностью Прозрачный Уже Отсюда Винный запах Идет Такой Ух ты Ну как Как Что-то Будет С нами Да С нами Точно Что-то Будет Как аромат Давайте Описывайте Я думаю Это больше К винному Тянет Честно Виктор Ну первое Первое впечатление Что это Вино Мед Мед Слышно Мед Мед И вин Слив Наверное Вот еще Да Какой-то Сухофрукт Да Сухофрукт Да Бисквитик Есть Какой-то Карамельный Солодовая Составляющая И такая Медовая Сладость Даже в запахе Чувствуется Медовая Сладость Да Такой Очень Прятный Запах Пахнет Обалденно И очень Да Очень Яркий Принюхиваться Не нужно Да Мощный Такой Мощный Слышно Что Штука Не из слабых Что Почти Коварный Напиток Да Капец Да Такой Резюмирую Винный Медовый Бисквитно Карамельный С карамельный С сухофруктами Очень Очень Классный Обалденный Запах За нас Мужики Да Ну Давайте Попробуем Это чудо Чудо Напиток Так Виктор 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 Ой Тепленько Ох Сразу Сразу Тепло По пищеводу Сразу Опускается Тепло Видно Что Как бы Особо Спиртового Запаха Не чувствуется Да Чувствуется Что Градус Да Сладость Тепло И довольно Сладко Можно лечиться Такой Штукой Ухо На горло Будет лечить Натурально Я не знаю Ты сможешь Теплую Такую Выпить Что Раньше В Тревней Германии Как-то Шпили Такой Я не знаю Холодная Как бы Ну так Класс И во вкусе Чувствуется Вивность Да Ну вот Она Выставилась Я думаю Что Если Вот такую Штуку Выдержать В бочках Годик Это Будет Шедевр Как Считаете Да Пошел За бочкой Я боюсь Она не доживет Шикарная Штука Конечно Ну ты же знаешь Я люблю Плотные Напитки Да Люблю Такой Карбонизация Вначале Было не очень Нет Сейчас Все в порядке Вначале Было не очень А сейчас Все в порядке Но Ты же У меня За это Сейчас И переживаю Подлым Путем Отобрал Отобрал Некарбонизированную А сейчас Она все-таки Дрожжи Подъели Немножко Такая Именно В меру Карбонизация Спокойная Для такого Напитка Не нужна Сильная Чувствуется Что Она есть Но Она Такая Не кусачая Да А если Учесть Что Данный Стиль Допускает Вообще Отсутствие Карбонизации Да Можно Без Карбонизации Как Медовухи Тоже Есть Некарбонизированные Карбонизированные Слабо Карбонизированные Сладкие Несладкие Сухие Ну Я Вам Скажу Что Она Довольно Сладкая Процент Один Процент Остаточных Сахаров И Она Довольно Сладкая Я Не знаю Может Именно Спирты Дают Такую Сладковатость Да Да Я Хотел Чтобы Высушить Его Полностью Чтобы Насколько Дрожей Мощи Хватило Дрожей Чтобы Они Что Плохая Штука Я же Люблю Так Классно Ну Классно Сладости Когда Дрожжи Не хочу Не смогли Больше Вот Они Еле На Карбонизированные Души На Еле Су Да Карбонизированные Карбонизация Долгая Была Больше Месяца Простите Кармель Хмель Тут Совсем Небольшое Количество Хмеля Биломед Для Сталота Как бы Использовал Ну тут Сталота Всего Получается 40% Чисто Для цвета Хмелевого Практически За 4 месяца Хмель А где больше Без хмеля Такой попробователь Они Многие Делают На пополару Медовуха Вообще Без смелия Делается Это я знаю Ну это же Симбиоз Такой Пива И Медовухи Да Получается Что Видишь Может Хмель Какую-то Свою Ноту Дает А может Спортить Его Не слышно Его Не слышно Но после Куси Немножко Что-то Травейненькое Остается Может Да Может Какие-то Сухофрукты Может Дал Или Это Солод Женный Дал Солод Тоже Слышно Я к тому Что Штука Получилась Прикольная Очень Прикольная Значит Многоградный Вкус Значит Да Рецепт Имеет Право На Существование Ох Медом Конечно Вот Сейчас Постоял И Медовый Чисто Медовый Летом Летом Таким Вот Как У Пасеки Я вспоминаю Когда Самый Медосбор Идет И Кулику Подходишь И оттуда Прям Вот Таким Медом Медом Теплым У меня Масштабы Меньше Я помню Когда банку Открываешь Трехлитровую Тоже Похоже Класс Класс Как-то Баланс Очень Такой Интересный И Классный Там Кислинка Такая Немножечко Есть Да Чувствуется И медовуха Чувствуется И солодовый Вкус Тоже Да То есть Мед не перебивает Полностью Вначале Чисто Медовый Аромат А после Вкусия На языке Остается Такое Хлебное Да И потом Немножко Еще Тракт Какой-то Харель Резюмэ Резюмэ Отлично Шикарно Ну что Что за эти Большое Будущие Да Класс Да Это реально Друзья Нам повезло Нам повезло И вам повезет Если сделаете Такой рецепт Запаситесь Терпением Ну вот Четыре месяца И медом Да Думаю У кого Вообще Терпение Вагон И маленькая Тележка Пускай делает Выдержанную Там В бочках Или В какой-нибудь Тарик Можно в кегах С щепой С дубовой Чтоб изюминка Была вообще Интересная Я думаю Через год Это будет Такой напиток Там должен храниться А через два Да Такие вот штуки Они выдержаны Вообще Оно Когда Уже Вот Выбраживало Еще Такой Запашок Ну не очень Такой Молодой Был А сейчас Четыре месяца И прям Хлам Я думаю Будет Со временем Усиливаться Сухофрукт То есть Такая Насыщенность Может Немножко Мед Уйдет Ну Кто его знает Мед Мощный Очень сладко Очень мощный Очень сладко Но ты его с запасом Подобросил Ну вообще Брэгат Насколько я читал Что не меньше Пятидесяти процентов Для нормального Брэгата Я читал Значит Не про нормальный Я читал О том Что классический Рецепт Это Одна часть Меда Три части Пива Поэтому Здесь Намного Больше Чем Обычный Рецепт Здесь Наоборот Да Четыре к одному По-моему Все удачно Так что Можно все делать Ну что Шикарно что Тетя Надя Сделала Что-нибудь Нам После такой Штучки Ну я вот и боюсь Просто понимаете Ты же не одну бутылку Принял Ребята У нас тут Бояться должен Виктор Звонканучий Не ну Так как Как ты говоришь Машина времени Машина времени О Вот Ну да Давайте Отлично Ага Ладно Будем Закуска Викингова Пришла Кстати Портвейн Напоминаю Вина Немножко Я думаю Что-то Винное Такой Портвейна Портвишок Портвишок Барли Вайн Тоже Такой Мучный Вкус Не Три Семерки Конечно Но Тоже Неплохо Хорош Да Так что Друзья Друзья Мои Рецепт В студию А что В студию Зачем Ты же все Аккуратно Все выложишь Красиво Друзья Мои Рецепт К употреблению Язык Сколько я тут Выпил 100 грамм Слышишь А прям Прямо А трансляция Между прочим А ну так Знаешь Скачком Как-то Бум Ничего Ребята Сейчас Все по бутылке И будете Там День был Я А где ты был Бутылки Тут без бутылки Не разобраться Глубокая нерванька Телефон Игорь говорит Будда что-то мне точно передавала Может ты его искал наоборот Хотел спросить Чувствуется 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 Это прям Мощная штука Очень мощная Но приятная Такая приятная Ненавязчивая Очень вкусно Игорь говорит Как машина времени Бокалдар Да Я уставший С работы пришел А Виктор сказал Надо продевастировать Потому что Ну надо Когда говорит надо Ну это надо Так точно А потом Не оставаться Ну да Я сел Как-то Фильм Помню А потом Фильм что-то прервался Я проснулся уже Это был сериал Почему так произошло Я не знаю Я думал Ты начал В фильме участвовать Но было хорошо Да И сон был крепок Очень Да Прекрасный снадобие Для мужчин Да Расслабован Сразу Очень Очень Кто страдает Бессонницей Да Вот нужно сварить Нервного юга Друзья мои Рецепт будет Под видео Постараюсь Все расписать Запасайтесь терпением Хорошим медом Делайте Этот шедевр Ну Очень Очень И мы постараемся Не быть под столом К концу дегустации Мы продолжим Закусь у нас есть Еще две бутылки у нас есть Вечер только начался Сейчас мы не будем Покажем что произошло Ну я вам скажу Такая штука Хорошая Тадынцы И настроение Глаз вообще А слышите Бубенцы уже пошли Где-то Бубенцы А старый солдат И не знает слов Правило с вами Тепло Тепло Согреть Мощное 10% алкоголя на литр Это Ну грубо говоря Это 100 грамм 100 грамм чистого спирта В пересчете А в разведенном То есть 200-220 грамм 220 грамм Водки На литр Напитка Еще газировано Ускоренный процесс Нет Ну это Хорошая Это же не просто Так смешало Непонятно Смешалось Не смешалось Это Правильно Смешалось Да Воспроизведенно Класс Класс С такой закуской Можно Сидитесь Да Я думал Две брать Или три А сколько взял Три Ну правильно По одному Это каждого Все верно Правильно Рассчитал Хорошо Мы продолжаем Да Мы Грюль Сделаем С полынью Только Принципиально С полынью Хаяна А то Прещено Нет Нет Никогда Почему Ну это понятно Пиво-то сварим Пиво-то сварим Смеле Да Полын Не раз еще попробовал Нет Хочу попробовать Надо, Виктор Надо Сделаем Интересно Грюль делать Ребят Делать Если Сколько лайков Где Ну Не знаю Где Поверь Ну давай Тыщенку А Да Давай Делать Это то, что варить Или не варить Да Голосовал Ребята Ставим лайки Тысяча лайков Варим Грюль Делаем Грюль Я реально Вы меня увидите Полностью В полях Я буду искать Эту полынь А я думал После употребления Грюль В полях Буду Сто процентов Но полынь По-любому Буду разыскивать Все вручную По-любому Руками Хоть бы абсент Не получился Что не делаю Постоянно Получается абсент Ладно Мы продолжаем Да Еще Еще может Увидимся Может Увидимся Может Не сегодня Субтитры 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 Субтитры